Полтора года, 18 месяцев, 77 недель, 539 дней. Это то время, когда пришла новая команда на Седьмой канал. Седьмой канал – это моя жизнь на протяжении полутора лет. Седьмой канал – это моя семья. Это потрясающий коллектив. Это команда ярких, энергичных, целеустремленных, отзывчивых людей. Я обрела что-то, чего у меня не было предыдущие 29 лет. Это я точно могу сказать. Зритель видит конечный результат, но не видит всего процесса. Та часть коллектива, которую зритель не видит, это люди, которые стоят за кадром. Это наши замечательные профессиональные операторы. Это аппаратно-студийный блок, это монтажеры. Это техническая служба, это выпускающие, коммерческая служба, служба продюсера, лид-редактор. Какой-то продукт можно записать за 5 минут, а на некоторые уходят часы, дни. Минимум час работы над сюжетом и минимум час работы монтажера. Работа этих людей незаметна, не видна, но она очень важна и очень существенна. В прямом эфире седьмого новости мы подводим информационные итоги дня. У нас нет рабочего дня 8, 9, 10 часов. У нас рабочий день 24, 25, 30 часов в сутки. И это работа, которая никогда не прекращается. Ты не имеешь себе права на отдых. Ты даже ночью, ты всегда находишься в состоянии такого как бы дрема, потому что ты всегда ждешь, что что-то произойдет, и тебе кто-то позвонит. Телефон никогда не бывает отключен. Если он отключен, я боюсь просто его включать, потому что я вижу 25 или 30 пропущенных. Седьмой канал – это более 30 проектов собственного производства. Это «Утро на седьмом». Доброе утро, дорогие телезрители. С вами «Утро на седьмом». Не переключайтесь и оставайтесь на седьмом. Это программа «Крик души». Это проект «Вначале было слово». Профессия «Достоинство». Седьмой дозор. Отдел расследования «Нормально». Мы пытаемся максимально быть близкими к телезрителю. Мы выслушаем всегда просьбу каждого человека. Это не просто поехать на съемку и осветить. Мы начали заниматься тем, чем ни один канал не занимался в городе. Активной журналистикой. То есть, если вы посмотрите программу «Седьмой дозор», мы не просто едем и говорим о трагедии детей. У Кати, одной из героинь, которую 15 лет не могли усыновить, у нее сейчас на выбор две семьи. «Седьмой канал» – это не просто освещение жизни города. Это активное участие в ней. Не знаю. Мне хочется быть хорошими для телезрителя. Я понимаю, что хорошими для всех не будешь. К сожалению, плохие новости тоже бывают. И подавать для того, чтобы человеку было комфортно по ту сторону экрана, тоже нужно уметь. Благодаря сайту «Седьмого канала» можно в реальном времени узнать, что происходит в Одессе. Или просто отдохнуть, посмотрев выпуск любого нашего проекта. И неважно, в какой точке земного шара вы находитесь. На сегодняшний день «Седьмой канал» – это, пожалуй, самый оснащенный канал на юге Украины. Я не боюсь этого сказать, поскольку это действительно так. Благодаря нашим акционерам, которые являются большими патриотами Украины, большими патриотами нашего города, мы имеем возможность развиваться. Как творчески, так и технически. Каждую пятницу в 20.30 у нас выходит политическое ток-шоу «Шустер Лайф». «Шустер Лайф» каждую пятницу в 20.30, теперь на «Седьмом». Мне кажется, это огромная степень доверия и, опять же, показатель нашего профессионализма, то, что довольно-таки известный и профессиональный, я считаю, журналист нашей страны отдал нам свое шоу. Сегодня, по моему глубочайшему убеждению, по опросам, по замерам, наш канал является лидером на юге Украины. Все первые лица страны, все первые лица города, они всегда бывают в эфире «Седьмого» телеканала. На самом деле, это первый эксперимент, когда моя команда запропонувала, чтобы мы поспілкувались с региональными СМИ, с лучшими региональными СМИ. Говоря о часах, мне порой кажется, что для нас, для работников телеканала, 24 часа в сутки – это крайне мало, потому что канал действительно живет и работает круглосуточно. Недавно в разговоре с одним из жителей Одессы, он меня спросил, говорит, как вы делаете все это? «Седьмой канал» – это прежде всего коллектив творческих людей, журналистов, ведущих, операторов, режиссеров монтажа и сотрудников технической службы. Люди, которые отдаются своей работе не на 100%, а на 200%, потому что и для них, так же, как и для меня, это жизнь. Вы знаете, всегда должно быть какое-то неудовлетворение внутри для того, чтобы быть первыми. Всегда нужно быть чем-то недовольным. Нельзя думать о том, что все хорошо, нужно всегда думать о том, как сделать еще лучше. И я вас уверяю, что в новом году вас еще ждет много неожиданностей, много нового, много интересного. Больше стихов, больше прекрасного, больше того, что не встретишь ни на одном канале. В 2016 году «Седьмой канал» ждут очень большие перемены. Мы переезжаем в новый офис, у нас будут новые студии. Студии, которые по уровню своего оснащения, как дизайнерски, так и технически, будут на уровне лучших центральных каналов Украины. Это наш город и ваш седьмой телеканал.